Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 15 мая. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшее время. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин выступил в Анапе на Всероссийском семинаре представителей региональных подразделений ИСКАИР. У анапских предпринимателей появился специальный ящик для обращений и жалоб, что ищут и что находят на дне морском водолазы службы спасения. Об этих и других событиях подробнее. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин выступил в Анапе на Всероссийском семинаре представителей региональных подразделений Следственного комитета России. Речь шла о влиянии социальных сетей на жизнь общества. Подробнее Алина Гумерова. Владимир Маркин сообщил, что сейчас значительно раньше появляется информация в социальных сетях, нежели в информационных федеральных агентствах. Например, информация о физике болельщика «Спартака» и «Блазберинова» появилась в 8.40 утра и только через 3 часа выход на место. Аналогичное сообщение о тракте проводителя из порядка невозможных площадей, где он начальник появлялась в Скидере. В связи с этим необходимо должное внимание подобной информации, так как отсутствие контроля в интернете используется разными силами для информационных войн, направленных на подрыв доверия населения к руководству силовым органам страны. Мнение благословения сейчас оказывает влияние на самые серьезные политические, экономические, социальные процессы, а в перспективе ожидаются группы инвестиций. В этой сфере ведутся информационные войны. По словам Владимира Маркина, появление в соцсетях Следственного комитета России – это еще одна возможность стать ближе к обществу, быть более открытыми, как пояснил он. Также, помимо аккаунта в Твиттере, официальные группы Следственного комитета России созданы в Фейсбуке и ВКонтакте, через которые оперативно транслируются главные новости комитета. Эта практика подтверждает свою эффективность, так как позволяет охватить новую аудиторию людей, которые не смотрят телевизор, не читают газет, а получают новости именно из благосферы. В завершении своего выступления Владимир Маркин пожелал коллегам научиться находить компромисс, не конфликтовать и, как он выразился, быть обычными людьми. Относитесь к делу профессионально, к стушу, и ощущайте себя маленькой частицей этого общества. И относитесь ко всем ответам, которые происходят в своей стране, сердцем на человечество, тогда вам будет так относиться. Алина Гумерова, Дмитрий Гладушевский, Игорь Куршаков, Анапа-Регион. По распоряжению мэра Анапы Сергея Сергеева при входе в здание администрации города установлен специальный ящик для обращения предпринимателей малого и среднего бизнеса. Через этот ящик можно направлять свои обращения, предложения и жалобы главе города-курорта. В том числе это можно делать и анонимно. Каждое заседание Совета по предпринимательству при главе города будет начинаться с рассмотрения обращений, пришедших через предпринимательский ящик. Кроме этого, все анапчане могут свои пожелания и предложения передавать через руководителей органов территориального общественного самоуправления, с которыми глава периодически проводит встречи. Вадим Родин побывал на одной из них. Контролерами и связующим звеном назвал мэр Сергей Сергеев руководителей органов территориального общественного самоуправления, которые собрались в Большом зале администрации для совместного решения накопившихся задач. Совсем недалеко вот здесь, по Горьково, огромная яма на тротуаре. То есть тротуар провалился, мы идем в СИЗО, там будут отдыхающие, ну не дай бог кто-то пройдет на каблуках и женщины. Там не только каблуки и ноги сломают. И магазины два напротив, крутые надписи по-английски. Неужели же эти два квадратных метра нельзя переселить этой же плиткой? И пока вы нам не подскажете, если вы будете знать того начальника управления, там есть ответственность. И эти ответственные будут лично отчитываться перед мэром за каждую, даже казалось бы, самую незначительную проблему на подведомственной улице или дворе дома. Замглавы Юрий Поляков доложил о результатах борьбы с несанкционированной торговлей. Ряд арен бамбуков, которые стояли под праги до русских ворот, их убрали, эти бамбуки, и убрали за ними нижнюю часть. Помните лавочки деревянные с карманами, на карманах вот эти были там палатки, все это убрали, там этого нету. Проход со ступенек от парохода вниз к климат-павильону, там нет ни одной точки несанкционированной торговли, там все убрано. То есть ходили серии палатчиков, дал указание, мы все там зачистили, и зачистили выход из парка, который идет в сторону администрации сюда. То есть мы оставили только торговые точки те, которые имеют внутренний заход. Торговых точек не будет и на берегу речки Анапки. Что касается развлекательных заведений, которые превышают уровень шума летом, то им просто будут отключать свет. Жесткие меры по наведению порядка будут применяться во всех сферах деятельности курорта, чтобы туристам было максимально комфортно у нас отдыхать. Работа по наведению порядка будет вестись строго в рамках закона. Если я сказал, что будет так, по закону, то так и будет. Мы сталкиваемся с серьезными противоречиями, но этих людей намного меньше. И вот за месяц, прошедший после выборов, их стало половину меньше. А будет еще меньше. И большинство из них понимают, что сегодня уже, если пришел завеститель и сказал, что здесь вид разрешенного использования земли под благоустройство, но никак не под роли, то там будет благоустройство. Диалог с властью получился оживленным. У многих тосовцев проблемы накапливались годами. Говорили о необходимости запрета строительства в летний период, о маршрутах общественного транспорта, о недостатке зеленых насаждений на курорте, о культуре поведения владельцев личных автомобилей, заезжающих на газоны и тротуары. Люди говорят, что хотят видеть свой город красивый. Вот это сегодня объективно. Вот когда уйдет фраза «говоря, что хотят видеть свой город красивый». У нас тут все, мы же делаем. И вот сегодня мы как раз к этому стремимся. И для этого мы сегодня и встретимся. В предвыборный период Сергееву поступило 748 наказов. И следующую встречу мэр курорта намерен начать с анализа и отчета исполнения наказов анапчан. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа-регион. К курортному сезону в Анапе готовятся и на суши, и на море. Специалисты службы Кубань-Спас очищают море от мусора, бытового и промышленного. Работают под водой единые водолазные команды, чтобы анапчане и гости курорта могли безопасно купаться на анапских пляжах. Подробности расскажет наш корреспондент. Вот так бывает с первого взгляда и навсегда начальник аварийно-спасательной службы станицы Благовеченской Юрий Шишков. Влюбился в море и никогда не видел себя в другой профессии. Начинал водолазом, но и сейчас уже став начальником службы в удовольствии погрузиться на самое дно морское, себе не отказывает. В профессии 13 лет. Название менялось более пяти раз в нашей службе. Начинал еще спасатель-водолаз, ГИМС Анапского района был. С детства люблю море. Последняя находка в акватории Малой Бухты – газовый баллон. Это на берегу он не представляет никакой опасности. В море на глубине, как мина замедленного действия. Данный баллон ориентировочный где-то около двух-трех лет. По внешним признакам, что он прогнил. У него как раз края баллона ржавые, опасные. Если человек наступит на ногу, он просто распорит ногу. Баллон был где-то около трех метров лежал. Во время шторма волны выносят мусор на берег. В тихую погоду, когда на море штиль, работают водолазы. Вопреки красивым легендам, золото и бриллианты не находят. Да и не ищут. У них другая задача – очистить дно моря. Чаще всего попадается в основном промышленный мусор. То есть куски арматуры, куски бетона, битое стекло. Что еще? Значит, затопленные деревья, которые приносят нам течение со стороны Туапсе, Геленджика. Из редких находок водолазы говорят о ней с гордостью – старое судно. Обнаружено древнее судно деревянное, где-то на глубине полутора метров. То есть большое, оно замытое в песок. Ну, старые доски видно, старые гвозди. То есть судно сделано даже не в 19 веке, скорее всего. Часто попадаются, как говорится, эхо Великой Отечественной войны. То есть какие-то разбитые баржи, какие-то разбитые катера. Чистят до летнего сезона и самый разгар лета, чтобы отдых анапчан и гостей курорта был приятным и безопасным. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. Впервые за всю историю существования Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдают детям», а «Напчанка» выходит в финал. О выдающемся тренере Наталье Чириковой. Наш специальный репортаж. Наталья Алексеевна Чирикова – педагог в пятом поколении. То, что она будет заниматься волейболом, определил отец и записал ее в спортивную школу. Так начался ее путь в спорте. А свою собственную мечту стать танцовщицей осуществила много лет спустя дочка Даша. Уже изначально не стоял вопрос, быть или не быть тренером. После окончания Кубанского государственного института по физической культуре и спорту она совмещала работу учителя физкультуры во второй школе и тренера спортивной школы «Олимп». Да так успешно, что ее воспитанники не раз отбирались в сборную края по волейболу. Ее ребята показывают себя очень разносторонне. То есть подходят для сборной России по своим критериям, по своим физическим данным, ну и другим качествам. То есть вот глядя на игрока можно определить, так сказать, тренерские возможности, ее компетенцию. В 2010 году для участия в российских соревнованиях создан казачий военно-патриотический спортивно-технический клуб наследники Георгия Жукова, в который вошли воспитанники Натальи Щириковой. С этого момента у ребят появилась возможность участвовать в чемпионате России, первенстве России среди молодежи, а с 2011 года и в европейских турах. В группах Натальи Алексеевны, что называется, нет текучести спортсменов. Пришедшие сюда однажды мальчишки остаются, как правило, до окончания школы. Мне очень нравится заниматься. Тут я встретил новых друзей. И я теперь отсюда никогда не уйду. Спасибо нашим тренерам за то, что мы ездим на соревнования, на все, на международные соревнования. Были все едины на Штатах, все благодаря ей. В сборной России, в молодежной до 19 лет. Ну, все благодаря нашему тренеру, без него бы ничего не получилось. Успешными были все соревнования, в которых участвовали воспитанники Натальи Алексеевны. Но наиболее важными были достижения чемпионства во всекубанской спартакиаде на 4-6 году обучения в классическом волейболе. А в пляжном волейболе высокими были призовые места в первенстве Краснодарского края, спартакиаде молодежи и Кубке Краснодарского края. Дети всегда с охотой и с удовольствием идут на ее занятия, на ее тренировки. И Наталья Алексеевна является истинным педагогом дополнительного образования. Работа на первом месте, а семья неразрывно связана с работой. По ходным условиям с пеленок привык сынишка Данила. На седьмой день после выписки малого уже начала работать в спортивном зале. Ребенок спал только под стук мячей. Просыпался, когда мячи прекращали стучать и требовал кушать. Кроме педагогической и тренерской работы широк мир увлечений Натальи, связанных со спортом. Это дартс, армрестлинг, спортивный туризм. Она с детьми и мужем любит путешествовать и фотографировать. А еще готовит новые блюда для семьи и петь. В 2010 году Наталья Чирикова стала лауреатом премии губернатора Краснодарского края Александра Ткачева «Лучший учитель Кубани» и победителем конкурса «Название народный учитель». Ее имя в книге «Народные учителя России-2010». В ближайших планах выступление в финале конкурса, который пройдет в ноябре этого года в Москве, а на перспективу... Наше желание, наша главная, главная задача – попасть на европейские, на мировые арены. Но самое главное – обязательно стать олимпийскими чемпионами. Ура! На этом все. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В четверг, 16 мая, в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 18-20 градусов тепла, ночью – около 17. Ветер юго-западный – 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 18 градусов выше нуля. Далее блок «Полезная информация» от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300.